Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Уже совсем скоро мы с вами будем отмечать Новый год. Но прежде чем это сделать, предлагаем оглянуться на год уходящий, как и полагается подвести его итоги. И в нашем сегодняшнем выпуске самые запомнившиеся фото и видеоматериалы, которые в 2020 прислали нам телезрители. Поехали! Необычное снежное творение. Можно наблюдать в дворе дома номер 28Б по улице Свиязева. Никаких стандартных подходов. Если снеговик, то не обязательно с округлостями. Можно и с квадратостями. Ну а фотографию нам прислал Марк Холостянин. Любительское видео от Владимира Семенова, которое сам автор озаглавил. И чем я не синичка? Занятно. Ну а телезрительский кадр дня у нас нынче от Елены Селезневой. И прилетел он к нам аж из Култаева. Но стоило преодолеть такое расстояние, чтобы мы увидели, какие у них там интеллигентные урны. Прям барышни и кавалеры. Михаил Пермяков прислал очень удачную настроенческую фотографию с подписью. Белка городская. Шесть этажей. Не предел. Спасибо, Михаил. Отличный снимок. Что-то зачастили к нам в этом году пернатые гости из леса. На этот раз дятел пожаловал в один из дворов на улице Советской армии. Ну а Юлия Занина заметила его и успела снять, пока он там стучал. А это фотография от Марины Зубковой. Попугаи особой породы. Уральские, морозоустойчивые. И тоже человек здесь руку не прикладывал. Только природа-матушка. Михаил Пермяков рассказал нам историю о том, как каждый год в мае по дороге в Аханск он лепит снеговичка. Слепил и на этот раз. Но только получился не снеговичок, а пингвиненок. Ну и не смогли мы пройти в соцсетях мимо совершенно чудесного фоторепортажа Алексея Гречищева. Ангелы на городских улицах. Ангелы на городских улицах. О том, что неподалеку от деревни Пустынники Пермского края поселилась стая лебедей, мы узнали от Веры Субботиной. Она же поделилась с нами этими кадрами, сделанными на реке Сергенко, дабы не остались мы сегодня без телезрительского кадра дня. Ну а телезрительский кадр дня у нас нынче прислал медведь. По крайней мере он так подписался. Мы так понимаем, что и фотографию прислал свою собственную. Очень атмосферное фото. Осенняя медведь шагает по Пермским улицам. Да ты ж, зайенька! Воскликнули мы, когда увидели фотографии, которые прислал нам Александр Иванов. Снято в райском саду и выглядит просто потрясающе позитивно. Мы улыбнулись, что называется, от уха до уха. Улыбнитесь и вы, друзья. Обычно лиса за рыбой куда-нибудь в сказках наведывается. А к Сергею прибежала в реальной жизни. Во время рыбалки. Держи. Ешь, давай, держи. Кто-то подходит к новогоднему оформлению практично, а кто-то с юмором. К примеру, как одна из жителей дома номер 83 по улице 25 октября Наталья Глазырина. Ведь на окнах у нее, кроме привычных елки, Деда Мороза, Снегурочки и новогодних игрушек, еще и картинка со смыслом. КТ настроен решительно. Год крысы, уходи и корону свою забирай. Ну а с вирусом вообще никаких церемоний. Пошел вон. Надолго не прощаемся. Обязательно увидимся с вами в этом году еще раз. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин